Здравствуйте, дорогие мои друзья. Помните, у Высоцкого в песне было такие слова, и даже там в парижском туалете есть надписи на русском языке. Друзья мои, да, теперь олигарх российский, ну теперь он какой российский, не российский, Рома Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. Самым богатым португальцем. Вообще парень хитрый, да, вот столько он избежал, столько он там натырил здесь вот деньжат и богатство российских, но сейчас ни носом своим никуда не суется, боится, видно, что Пути его прищемит за какие-нибудь дела, прищемит и в тюреге его сгноит. Рому так просто не возьмешь, он уже давно, в России бизнес есть, деньжаты получает, продолжает, но все время, сейчас он является гражданином Израиля и России, но сейчас ему нужно еще португальское гражданство. Англичане ему когда-то отказали, в Швейцарии он подавал, но как бы отозвал вот эту свою заявку, но в Португалии он стал гражданином, друзья мои. То есть зарабатывает это, мягко сказано, тырит здесь, тратит там. Вообще, друзья мои, нормальная схема. Ну, Рома у нас хитрован, в конце концов, вот он получил португальское гражданство. Не просто так, а по закону, не думать, что он там все за деньги купил, все по родственным связям. Абрамович натурализовался по закону о гражданстве. Правда, слово натурализация, что-то, знаете, мне какая-то непристойность. Кажется, что надо как бы то ли это, штаны снять и что-то показать на площади, вот такое впечатление, не знаю, почему-то такие, друзья мои, ассоциации, как, знаете, в военкомате комиссия, ну, кто служил, тот знает, значит, снимите трусы, нагнитесь, еще что-то, такие непристойные, неприятные, унизительные такие на медкомиссии, там какие-нибудь это, тетка там или это, смотрит, что у тебя там, все ли в порядке или нет. Ну, Рома, еще не знаю, все ли в порядке, нет, но вот слово натурализация, мне кажется, как вот, это, пришел там в департамент, да, снимите штаны, так, годится, гражданин. Ну, все, значит, закон, не будем смеяться над этим. Значит, он натурализовался, указав себя потомком общины сефардских, сефардских евреев. Ну, он также является гражданином России и Израиля, то есть теперь он португалец, поклонник общины сефардских евреев, уже дядька старый, ну, старый, седой и лысый, даже вот, в принципе, олигарх, олигарх, а даже деньжат не хватило, чтобы там с попой на голову волос пересадить. Видите, не все доступно, не все за деньги продается. Так вот, жил он там сколько ему там, лет 60, наверное, и вдруг обнаружил, что у него родня в этой, в Португалии, какая-нибудь тетя Соня из этих драгоценных сефардских евреев. «Рома, ты ли это?» «Да, тетя Соня, я, там, обниматься, там, праздник, пляски». Вот, друзья мои, наверное, так, все по закону. Вдруг он стал родственником. Все у них так бывает, бывает не только у нас. Прямо страсти такие, как бы Санта-Барбара. Ну, и стал самым богатым, между прочим. Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому закону о возвращении. То есть он возвращился на родину, друзья мои. Правда, почему-то он продолжает, типа, зарабатывать, то бишь, в скобочках, тырить деньги у нас. Да, вот такой хитрый парень. «Живи там, да, ну, что там, все там свои эти, деньги продоставь. А сам переезжай, живи там у тети Сони, нормально там, вспоминай прошлое, как, как говорится, там эти сифардские евреи там в Португалии. Очень такое почетное, видно, это. Значит, потомки, позволяет потомкам сифардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, которые были насильно обращены в христианство, получить португальское гражданство. Вот он еще и пострадавший, его насильно как бы за шкерман бросили. Ну, друзья мои, цирк и только. Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи переехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах. Но при этом Абрамович ведет благотворительную деятельность и потратил за это время на вот эти общины 500 миллионов на нужды еврейского сообщества по всему миру. То есть, друзья мои, тут как ни крути, все равно какую-нибудь родню найдешь. Если ты 500 миллионов тратишь на вот эти общественные дела, то по-любому у вас найдется корни, где хотите. Хотите в Португалии, хотите там где-нибудь в Зимбабве, хотите еще где-то, по-любому вы будете это. То есть, ловко. Но ничего плохого я не могу сказать про Абрамовича, кроме того, что он, конечно, как бы 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. И оценил, ну, как говорится, 14,5 миллиардов рублей его состояние. Его состояние. Друзья мои, это наше состояние. Это наши деньги у Ромы. Понимаете, он их здесь намыл, натырил. А теперь он все это вывез туда. Но здесь у него что-то работает, конечно, но он там живет, видите, там у него португальские корни, у него еще какие-то. В Швейцарии он там пытался тоже какие-то корни найти. В Гамбурге его семья, то есть, это, получается, гражданин мира. Как Путин! Как вот бабуля одна там, помните? Показывают часто какая-то бабуля. Путин! Гражданин мира! Не гражданин. Лучше бы был гражданином. Президент мира! И вот она там прямо с таким рожей кричит. Ну, вот Абрамович – это гражданин мира. Ох, друзья мои, как бы ни было смешно, а земля российская, чего она только не повидала. Видите, 14,5 миллиардов и, так сказать, 500 миллионов на благодоворительность для, так сказать, общин по всему миру. А наши деревеньки загибаются. А у нас электричества кое-где нету в Якутии, там 50-градусный мороз. У нас еще где-то что-то нету. У нас людей зарплаты нету. Ну, нормально, нормально. То есть, как бы, а кто в этом виноват? Не дядя Вова, уркоган. Знаете, у него в башке наган. Ладно, все, друзья мои, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова